Это Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal. Он стал заложником режима Путина в России. Его держат в СИЗО уже год, обвиняя в шпионаже. Недавно его сестра и руководство газеты объединили свои усилия. Здесь, в Вашингтоне, они решили встретиться, чтобы усилить давление на политиков с целью добиться его освобождения. Можно представить, что это был очень трудный год для семьи, много неопределенности. И мы должны жить с ней день за днём. По её словам, сам Гершкович полагается на дисциплину. У него строгий распорядок дня. Он создал его сам для себя, чтобы оставаться занятым. И это помогает его психическому здоровью. Гершкович был официально аккредитован для работы в России. Его арестовали во время работы над репортажем в Екатеринбурге. И обвинили в шпионаже. Это первый случай со времён Холодной войны, когда американского журналиста обвиняют в подобном. Гершкович и Wall Street Journal настаивают. Он журналист, а не шпион. Белый дом называет его задержание незаконным. Однако его команда мало верит в российское правосудие. Никто не думает, что законный путь переведёт к освобождению Эвана. В России обвинительных приговоров 99 с лишним процентов. Это не та ситуация, когда какие-то адвокаты прилетят и освободят его. Поэтому единственная надежда — политическое решение. Есть один элемент, который, я надеюсь, будет реализован. Это то, что в подобном сценарии, когда репортера задерживают за то, что он просто выполняет свою работу и несправедливо арестовывает. Правительство страны, откуда он родом, и коалиция правительств, заботящихся о свободе прессы, должны немедленно принять меры. Представители свободных СМИ здесь, в США, потрясены тем, что случилось с их коллегой. Это ужасно, когда твоего коллегу хватают и бросают в тюрьму. Я думаю, за этот год редакция, вдохновлённая мужеством Эвана и его семьи, объединилась, чтобы убедиться, но, вы знаете, чтобы это всё как можно быстрее разрешилось. Семья Эвана Гершковича, его друзья и коллеги собрались здесь, чтобы усилить политическое давление, чтобы его освободили как можно скорее. Никто не хочет оказаться здесь через год, на вторую годовщину ареста журналиста. Семья Эвана Гершковича